Двое членов преступной группировки, орудовавшей в районе Басарабяска, были приговорены к тюремному заключению. Ещё один получил условный срок. Их обвиняют в мошенничестве. Злоумышленники обманным путём оформляли на потерпевших кредиты в банках. В ходе уголовного преследования было установлено 10 потерпевших. Некоторые из них были обмануты по нескольким эпизодам. В отношении одного из потерпевших, помимо фактов мошенничества, были совершены и другие противоправные деяния, связанные с лишением свободы, с похищением человека, грабежа и так далее. Одной из жертв стала жительница города Басарабяска. Пообещав ей оказать финансовую помощь на лечение, мошенники убедили женщину взять кредит. Помощи пенсионерка так и не дождалась. «Они сказали мне пойти с ними, и я пошла. Сказали, что знают, что мне нужно лечение и могут помочь. Когда мы приехали, я сказала, что это не больница, я знаю, где она. Они ответили, что привезли меня в примарию, в Чемишлии, что там нужно только поставить подпись. Я уже не молодая, не подумала и расписалась. А это оказался документ, чтобы взять в кредит деньги. После этого они мне сказали идти домой, а я не могу ходить, мне тяжело. С самого утра ничего не ела. Потом, уже вечером, водитель отвёз меня на автостанцию в Басарабяске. Оттуда я шла домой пешком». Осознав, что стала жертвой мошенников, Дарья Моисея обрадовалась хотя бы тому, что вернулась домой целой и невредимой. «Хорошо, что не убили. Сейчас только понимаю, куда я попала. Я работала с Ромами, знаю, что они спокойные люди, поэтому и села к ним в машину. Слава Богу, что я вернулась домой». Кроме мошенничества, члены преступной группировки также были обвинены в похищении человека. «С отправной точкой в рамках данного уголовного дела был факт похищения человека, незаконного лишения его свободы. Учитывая данное обстоятельство, уже органам уголовного преследования совместно с секцией отдела розыскной полиции была установлена личность данных преступников и незамедлительно были предприняты все необходимые меры. Данные лица выбирали своих жертв в районе Басарабяска, в районе Гагаузии, селочек Майдан. Искали лица из семей социально уязвимых с тяжелым материальным достатком. И под разными предлогами, путем уговоров и убеждений, получали их согласие на то, чтобы обращаться в учреждения микрофинансирования для получения кредитов, в том числе и на получение не только денежных средств, но и различных предметов, такие как компьютеры, ноутбуки, телефоны». Помимо тюремного заключения сроком на 10,5 и 12,5 лет, а также трёх лет условного заключения, на преступников был наложен штраф в размере 150 тысяч леев.